Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем ставить новый рекорд по фастпушу на Ахускаре. Эта игра была сегодня у нас на стриме, я отдельно ее скачал. И буду прямо сейчас делиться своими мыслями, теми моментами, которые помогают мне в таких играх, заканчивать их очень быстро, максимально быстро. Многие, да, считают то, что фастпуш мертв, то, что быстро пушить сейчас уже невозможно. И этот ролик призван доказать обратное. И да, также, ребята, если хотите увидеть воочию, как я играю там на Ахускаре и каких-то различных других героях, например, на Медовом Антимаге или Медовом Сларке. Ну, кстати, Медовый Сларк не такая уж и бредовая идея. Это, так сказать, моя скрытая сигнатурочка, которая помогает в самых тяжелых играх. Да, Медовый Сларк для меня стал каким-то символом моего канала в том числе. И, кстати, ребята, пока есть возможность, хочу поблагодарить вас очень сильно и от души за такую большую активность на прошлом ролике, за ваши теплые слова, пожелания, которые вы писали и оставляли. Это было безумно приятно. Спасибо вам огромное. Так круто осознавать то, что, хоть я и не знаю вас лично, но ваша поддержка безумно ощутима для меня. Спасибо, ребят. Да, в этой игре у нас матча против Снайпера. Снайпер — это герой, ну, по сути, да, по идее, своей контрпик Хускара за счет огромнейшей рейнджи на линии. И здесь есть палка о двух концах. А если Снайпер слабенький, не держит позицию и подставляется на тычки, то можно выходить в быстрый сапог, как я и сделал. Прямо сейчас он летит у меня в курьере. Мы можем смело заходить, давить под башню, при условии, что там находятся крипы. Прямо сейчас мы развеемся со Снайпером, отходим чуть-чуть от радиуса агробашни, чтобы фокус башни сразу после смерти последнего крипа переключился на наших дальников, а не на нас. И очень важно это делать. Дело в том, что в доте есть два типа агробашни. Есть глобальный радиус, который мы можем увидеть, зажимая альт. И есть именно радиус агро. И эта механика работает очень интересным образом. Дело в том, что если в радиусе агро наш герой отсутствует, а до этого был фокус на одном из крипов, который стоит достаточно далеко, например, рейндж-крип, то нам нужно обязательно стрейфнуться за него. И иначе, даже если мы будем бить через W, в этом случае агробашня обязательно перейдет на нас сразу после того, как последний из крипов, который был впереди и находился в зоне радиуса агробашни, умрет. Если вам интересна вот эта вся тематика по поводу агробашни, как правильно давить, возможно, запишу отдельный ролик на эту тему. Это те тонкости, которые лично я постигал с опытом на чувствах. И не всегда понятно, как эта механика работает. Для многих, я думаю, это может быть сюрпризом. Потому что иной раз вы вроде бы бьете там, да, противника под башней, башня на вас не агрится. Или, например, противник бьет вас под вашей башней, на него башня не агрится. А иной раз как бы наоборот. Вот. Если эта тема тоже будет очень интересна, я готов записать подробный обучающий ролик. Новый компендиум в доте вышел крайне неоднозначным. Но не будем отчаиваться. Рассказать вам секрет, как улучшить обычную имморталку, вплоть до настоящей арканы. Тогда залетайте на доталут, где, наконец, добавили апгрейды, в которых можно легко и просто прокачать свой инвентарь. А если у вас еще нет предметов, то бегом в осеннее приключение с обновленными заданиями и улучшенными наградами, в котором вы будете получать случайные арканы за каждые 15 уровней. А за полное прохождение вы получите кейс, в котором гарантированно заберете один из самых дорогих предметов. Например, ДК-хук. И это не говоря о куче бесплатных сундуков и рун, доступных уже на первых уровнях. Кстати, руны поднимают вас в топе игроков, откуда можно вывозить еще больше бесплатных предметов хоть каждый день. А после всех этих действий у вас накопится куча маны, которую можно потратить на особо ценную серию кейсов и порадовать себя отличным дропом. И это не говоря о двух бесплатных предметах, которые ты прямо сейчас можешь забрать по моей ссылке в закрепленном комментарии. Ну и про промокод незнаков не забывай. Тем временем, да, у нас тут со снайпером все хорошо, он нам нафидел 3 раза. Игра обещает быть очень быстрой. Обычно вот именно такой старт необходим Хускару для того, чтобы попробовать сыграть фастпуш. Под фастпушем я подразумеваю то, что с получением армлета, которое должно пересекаться где-то с пятой минуты, с первой катапой, мы должны, да, дождаться катапульту первую и под нее обязательно пойти давить. Желательно, чтобы никакого сопротивления от противника не было, чтобы мы могли впитывать с собой весь урон, который отдает вражеская башня, и на абузе, выживая, сопровождать с собой пачку вместе с катапультой, и дальше идти на Т2. И также Т2 башня в этом случае падает очень быстро, если мы делаем это под пачкой плюс катапой. И дальше уже есть опция дара пойти на Т3, и это всего лишь навсего на пятой минуте. Если же с катапультой у нас этот маневр не получается, то, скорее всего, прямо супер-супер ранний фастпуш в этой игре будет тяжело реализуем. Ну, я это уже, как бы, да, чувствую примерно по опыту. То есть, если карты совпадают, если есть ранний старт, то это можно делать. К тому же, зачастую у противников в этом случае отсутствуют ранние шестые лвла, нету каких-то глобальных сильных скиллов, и это играет нам на руку, потому что с получением ультимативных способностей большинство саппортов, большинство героев могут нести нам критическую массу урона, который сможет нас как раз пробить в моментах, когда мы либо обузим армлет, либо принимаем какую-то драку. Но очень важно, да, именно попадать в тайминги, супер ранние тайминги. Важно заставить в этом случае противников врасплох. Также себе беру заранее пачку вижена, можно будет как раз поставить в лес. Мы сейчас могли наблюдать, как снайпер на миникарте показывается, он фармит лес. Зачастую в случае проигранной линии вражеский мидер уходит именно туда фармить, наиболее близко расположена область, и там, да, приходится камбэкать многим противникам. Поэтому в случае, если играете на хускаре, мид вы смогли сдоминировать, не стесняйтесь продолжать также искать противника, который уходит с мида. В случае, если он не может гангать, как, допустим, снайпер, да, с каким-то там третьим левелом, от него абсолютно ноль импакта, там это условно не аквапатом, не линна, который абсолютно бесполезен, то можете просто, да, искать его в наглую. Кстати, тут у нас прилетает инвокер. Можем попробовать его как раз сейчас тоже немножко подпробить. Сразу, кстати, он нашел в инвиз к стрелуне у нас. Только что приехали варды. Ну, инвокер, к слову, оказался очень агрессивный. Сначала делаем вид, что нам на него все равно, якобы мы фармим крипов. И после этого, как только он появляется на вижене, не стесняемся дальше идти, тратим ультимейт и просто убиваем их. Да, армилет нам позволяет это делать. Также под башней очень легко обузится. Можно, главное, это делать сразу после получения тычки от башни. Главное, не раньше, не раньше, именно позже. Иначе все может зафакапиться и ничего не получится. Кстати, поставил такой интересный сентряк. По идее, его не должно быть видно в случае, если крипы не палят. Но здесь, скорее всего, да, спалили крипы своим виженом, потому что башня не видит за пределами деревьев. Никакой информации здесь ставим в Artops, который даст нам информацию о снайпере, который, скорее всего, будет фармить и также продолжать эти два компа. И поэтому очень важно, если вдруг вы проигрываете линию, как снайпер, обязательно обезопасить эту зону, либо вообще не фармить там. Фармить, например, верхний лес. Сейчас пространства, кажется, очень много. Например, верхний лес я бы точно не пошел никого искать. Здесь просто забуделись в конце полета с инвокером. И, кстати, да, здесь также я не увидел зафакапил тычку с дальника. К сожалению, по нему иннерфайр не прошел. Снова возвращаемся на мид. У нас почти что есть Саша. Да, также играем против двух инвизников. Это инвокер плюс БХ, поэтому не боимся себя. Покупаем сентряки, которые также обезопасят потенциально вот эту зону. В случае, если инвокер захочет подкрасться в инвизе, либо БХ будет караулить. Обычно именно это и происходит при попытке как-то вот, да, запушить башню. Если вы стоите на карте, никого нету, и вы играете против инвизников, обязательно имейте под собой под ногами сентрячок. Это тема, которая будет выручать вас при игре на Ахускаре в таких вот интересных матчапах. Сейчас танкуем как раз всю пачку. Основной урон принимаем на себя, и башня очень быстро падает. А также можем не переживать дальше в случае, если пришла вражеская пачка. Можем дальше просто танчить, сохраняя свое. Это очень важно при заходе на Т3. Также, чтобы иметь потенциальный вижн, чтобы иметь потенциальную опцию переагрить, снять фокус башни с вас в случае, если придут какие-то герои и начнут с вами драться. И чтобы увеличить потенциальную возможность на наше выживание. Вот появляется пачка вражеских крипов. Сразу немножко стрейфаемся вниз, чтобы, опять же, предотвратить потенциальную смерть в случае, если нас начнет бить какой-нибудь герой вдруг там, да, с любой из сторон. Вот как инвокер, например, не выходит. У него есть руна дабл дэмэдж. Боимся, просто не упрыгаем. А у меня есть сентряк снизу. Я просто введу инвокера на низ. Кстати, БХ появляется также. Вот инвокер выходит. Ну, здесь я понимаю, что они меня никак не убьют, поэтому могу просто в наглую их чизить. У меня уже как-никак 10 левел, инвокер всего лишь 5. Да, все отлично. Просто убиваем. БХ догорает от наших огненных копий. И мы отправляемся пушить дальше. В этой игре хочу взять лебарду. Дело в том, что против нас играет Сларк. Лебарда хорошо работает против Сларка, потому что она не снимается его первым скиллом. Сейчас Сларк на нас нападает. Ждем, пока он отдаст свой первый скилл. Только после этого прожимаем Inner Fire. В этом случае мы имеем опцию действительно дать ему возможность перестать бить, потому что наш первый скилл дисперится первым скиллом Сларка. И любым нормальным развеиванием, в том числе сатаником, в том числе БКБшкой, в том числе абсолютно всем чем угодно. Даже там щитком Абадона. Почему даже? Щиток Абадон, по-моему, он даже сильно развеиванием является. Вот здесь просто стоим, стрефаемся, не даем себе возможности сильно просесть по ХП. Видим, что приходит Вивер. Обманный маневр даем первый, сразу же у него влетаем и начинаем бить. Вивер умирает очень быстро. За несколько тычек, не знаю, был ли у него ультимейт или не был. Возможно, что нет. Поэтому иногда лучше попробовать пробить. Вполне вероятно, что Вивер просто перетянулся, увидев ситуацию, которая происходит на карте. Противники уже лишились Т3 башни на 10-й минуте. Ситуация действительно очень грустная. Союзники также решили сыграть подо мной. Такое бывает нечасто. Иногда, да, союзники не понимают, что происходит на карте. Но увидев Кускара 11-го левла на 10-й минуте, можно подумать, что этот парень что-то знает. И действительно, такое мнение, скорее всего, сложилось у моих тиммейтов. При этом я даже ничего не говорил. Вось не колил, никак не агитировал их поиграть со мной. Просто внутренний инстинкт повел их со мной на одну дорожку. Также мы пушим подбойником очень быстро получается сломать барак. Дальнейшая жмотка у нас идет плейтмейл, который позволит нам увеличить еще больше потенциально нашу плотность. Особо у Мага урона противников нету. В основном это Физ. Есть, конечно, да, инвокер условный, но от него без какого-то левела урона вообще нету. Это герой, который только с левелом находит себя на карте и раскрывается, в принципе. Вот. И получается, что от Физ урона мы себя защистили. Плюс Салибарда еще нам дает хорошие миссы, что помогает также при раннем пуши, потому что башня тоже по нам также миссует. И, да, против Сларка это прям топ-1 артефакт, потому что БКБ у Сларка обычно появляется очень позднее, иногда вообще не появляется. Это топ-1 шмотка против него. Наш первый скилл, да, может опять же не сработать. Не боимся, просто откидываем первый наш. Ставим всех пробить. Кидаем Алибарду Сларку, даем ему возможность настакаться. Обузимся под крестом, не стесняемся ближе к окончанию действия. Снайпер снова стал АФК. И, да, как будто бы по морали немножко просел. Танчим основной урон, видим, вивер нас бежит немножко с тренировки вниз. Помним, что у нас есть Сентрик и с двух тычек его убиваем, делаем трипл-кил без каких-либо проблем. Кушаем дальше под Бонником, под Ташкой. Танчим одну башню, две не хочется танчить на такой стадии с одним плетмейлом. Лучше гарантированно сломать одну башню и потом уже можно потанчить вторую. БХ, кстати, да, у противников уже тоже левается. И как будто каких-то опций уже у противников нету, они просто сдались. Бонник успел подметить, потому что первый раз у него такое. Ха тоже сдался, а его вывели, его вывели уже противники. Причем вывели не из себя, вывели, просто АФК поставили. Вот так вот, в жизни так бывает. И таким хитрым образом, просто абсолютно дефолтная игра на Хускаре. Опять, снова фастпуш. Если было интересно, ребята, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Если хотите игру какую-то сложную, у меня была одна интересная игра на Сларке, которую я играл, которую я, к сожалению, не смог выиграть, ну, потому что не было цели спушить, была цель именно заставить команду привести к победе. Но что-то пошло не по плану. Если интересно, то выложу, она, кстати, 50 минут была. Вот, напишите в комментарии, спасибо за ваши лайки, подписки, с вами был Незнаков. Всего хорошего, люблю, ценю и уважаю вас, ребята. До связи.